Дождь моет атмосферу. Одна капля пропускает через себя 16 литров воздуха. Все опасные примеси оседают в этой влаге. Могут появляться серные и азотные соединения, ну фактически серная азотная кислота. Такие дожди принято называть кислотными. Считается, они выпадают, когда жарко и над улицей висит смог. Если город расположен в низине и переполнен фабриками, летом ждите кислотных дождей, зимой – цветного снега с солями тяжелых металлов. Люди мне рассказывали, что действительно они радовались в детстве, когда видели такой цветной снег, но, конечно, это все страшно. Даже если вы живете в экологически чистом районе, вероятность попасть под кислотный дождь все-таки есть. Ядовитое испарение может унести за сотни километров. Пусть процент этот ниже, одного процента, полпроцента, но кто вам скажет, что именно в этот день вы соберете действительно полезную воду, а не ту воду, в которой будет примесь. Мы решили провести эксперимент. Набираем дождевую воду в центре столицы рядом с автострадой и на даче в 60 километрах от города. Два образца относим в лабораторию. Проверяем, есть ли в них примеси. Ваша вода совершенно чистая. Поразительно, но в наших образцах не обнаружено ни кислотных соединений, ни солей тяжелых металлов. То, что наша вода оказалась чистой и безопасной, медиков не удивило. Во-первых, существует жесткий контроль вредных выбросов в атмосферу. Во-вторых, на результат экспертизы повлияло место сбора дождевых капель. Москва и Московская область расположены на холмах. Здесь хорошая роза ветров. Происходит проветривание этой зоны, выветривание, растворение, разбавление веществ, содержащихся в атмосфере. Дождевая вода обладает даже целебными свойствами. Она, в отличие от водопроводной, очень мягкая. Она очень полезна, поскольку ионизирована в верхних слоях атмосферы. То есть, по сути, это живая вода. То есть, если дождевой водой поливать растения, они лучше растут. Пытье волос дождевой водой способствует тому, что волосы становятся мягче, шелковище. И еще любопытный факт. Опасные кислотные примеси, если они и содержатся в атмосфере, выпадают вместе с осадками в первые минуты ливня. Немного переждите под навесом, а потом смело ныряйте под теплый летний дождь.